Военнослужащие это звучит гордо. Югорчане со всего округа приезжают в Ханты-Мансийск, чтобы подписать контракт с Министерством обороны России. Здесь работает пункт отбора на военную службу по контракту. Добровольцы рассказали, почему они решили принять участие в специальной военной операции. Есть такая профессия – родину защищать. Знаменитой фразой из кинофильма отвечает практически каждый мужчина здесь, в пункте отбора на военную службу по контракту. Он открылся в Ханты-Мансийске на прошлой неделе. Сюда приезжают желающие заключить контракт с Министерством обороны России со всей Югры и даже из других регионов страны. Кому-то же надо ехать, защищать родину. Все максимально выработаны у них. Я позвонил, приехал, всем нас встретили, заселили в гостиницу. Тут прошел медкомиссию, писал контракт, вот сейчас что на правке. Для формирования личного дела необходим стандартный пакет документов. Как и при любом трудоустройстве, комплект фотографий, документы об образовании, естественно военный билет и паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о браке и рождении детей при наличии СНИЛ, СНН и банковские реквизиты. В военкомате предложат заполнить анкеты и написать автобиографию. Для добровольцев создали самое удобное условие в пункте отбора на военную службу по контракту. Здесь можно пройти все процедуры буквально за один день. Обратиться можно как через пункт отбора, находящийся по адресу Карла Маркса, 12, так же через свой муниципальный военкомат по месту воинского учета, либо через госуслуги. Для удобства, для того, чтобы не тратить время, соответственно, граждан, мы все проводим в одном месте. На первом этаже у нас проходит социально-психологическое изучение, заполнение заявлений, документов необходимых. На втором этаже у нас проходит медицинский аспорт. При заключении контракта у югорчан есть право обозначить свои предпочтения по службе в определенной части, а также по своей военно-учетной специальности. В Югре доброволец получает дополнительно к экипировке тактический рюкзак со специальным оборудованием, который укомплектован по отзывам военнослужащих. Жена знала, дочь знала, которые одобрили мой выбор. Вчера вот после медковиссии сообщил маме. Там столько людей гражданских. Я когда-то служил, и вроде бы неплохо, но нужно помогать. Там много друзей, много близких. Братишки двоюродные, троюродные. Подписав контракт, каждый югорчанин получает единовременную федеральную выплату 195 тысяч рублей. В дальнейшем минимальное денежное довольствие контрактника составит от 204 тысяч рублей в месяц. Также все югорчане, проходящие службу в зоне СВО, будут получать по 150 тысяч рублей каждые 4 месяца. Конкретно наш округ, наш губернатор предоставляет выплату 500 тысяч за подписание контракта 250 и по окончанию контракта также 250 тысяч. Это очень выгодно, потому что я знаю, что меня обеспечат формой наш губернатор. Также отправят в именное подразделение. И плюс у меня еще будут деньги, чтобы помочь своей семье. В нашем регионе действуют 23 меры поддержки, из них 13 в области соцзащиты. Речь идет о денежных выплатах, предоставлении услуг в форме социального обслуживания на дому, а также комплексном сопровождении участников спецопераций и их членов семьи. Кстати, в пункт отбора военную службу по контракту могут обратиться и женщины. Для них предусмотрены все льготы и выплаты, что и мужчинам военнослужащим. В ряды вооруженных сил России могут попасть женщины до 50 лет с профильным медицинским образованием или дипломом связиста. В каком составе мы пришли, в таком составе мы и придем. И людям, которые нас ждут, поймите, что мы вернемся все здоровые, все целые и невредимые. И жизнь у нас будет дальше продолжаться. Анна Шуркевич, Александр Шулдиков, телерадио компания «Югра», Ханты-Мансийск.